С самого-самого начала с объектами, которые с территорией парка, а потом по этому территорию. Смотрите, данная вообще территория, где мы сейчас с вами находимся, это место называется Нижний Меретинский Нижний. Это место единственное на Черноморском побережье, где вообще можно было построить все наши олимпийские объекты вместе со всей инфраструктурой. До этого тут вообще ничего этого не было, тут были одни болотные груды. Сюда прилетало там 18 краснокрежных птиц на зиму, и проживали тут староверы. Знаете, кто такие староверы? Знаем. Вот староверы, старопляцы, они тут жили, тут было более 60 домов этих староверов. И когда тут началась олимпийская стройка, и заехал в церкви, они просто-напросто не давали строителям работать. Они бросались под церкви, они устраивали митинги, они предоставляли исторические документы, что их сюда Екатерина II создала ссылку, что они тут живут из Павловского, и куда-то отсюда не собираются. Возникла такая проблема, надо будет как-то решать. Приехал наш президент Владимир Владимирович Мухин и сказал, что Екатерина пройдет именно здесь и больше нигде. Что нужно как-то выходить из данной ситуации. На что староверы ответили, что у них действует свое кладбище, они не приемлют никаких пересохранений, и это кладбище должно остаться здесь. Это кладбище без сих пор здесь находится, я потом в процессе его покажу. И заплатили староверам за каждую сотку земли по 5 миллионов рублей. Вот это да! 5 миллионов за сотку. Они построили коттедж на поселок, там за территорией парка. Честь них назвали две улицы, община и Старообрядческая. Но так как тут же запрещено заниматься рыбалкой, такая жизнь не устраивает, они разъехались по всему Краснодарскому краю, до сих пор жил как расчельник. Помимо староверов, тут еще жили армяне с отрасли. Они в основном занимались работой, ну например, там, мандарины там продавали, чурчелу там продавали и так далее. Они по технику не бросались. В митинге они, конечно же, устраивались с армянскими староверами, но им заплатили по 4 миллиона за каждую сотку земли, и построили для них вот тот же поселок, лицом для сотонов. Этот поселок назвали Мирным. Почему этот поселок назвали Мирным? Потому что они Мирным уехали со своей территории. Сейчас они там все занимаются гостиничным бизнесом, по настроению там построенных домов, тут жилут неплохо. Но вот в Мирном, в вашем крае, в нашей строительной земле, у нас тут почка нестабильная, тут у нас болото было. Очень много незаконно построенных домов, которые сейчас, как в Москве, стоят. Вот очень интересная информация, я вот о таком не слышала. Вы еще вот много установлены, да? Лариса, там мы помимо того, что здесь осушили болото, выселили жителей, раздали всем деньги, сюда привезли еще и посадили эвкалипты. Сейчас мы с вами подъездом к эвкалиптуолеи, их тут более 260 штук. Почему их сюда привезли и посадили? Потому что один эвкалипт впитывает с себя влаги в сутку более 250 штук. Это потому что будет сушать наши боли. Там болтеть. Помогаем, как по-ли애, как по-либо отurning право, по-либо должен. Продолжение следует... 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 Что он испугался Там вот разноцветное здание как раз таки есть Омега Сириус парк, одна из четырех гостиниц Вот этого вот Сириуса Раньше она называлась гостиница Тулепин Там раньше проживали все журналисты Которые снимали олимпийские игры Там даже часть них названа улица, улица журналистов Там и помимо того, что порода осушили жителей Мы садили, посадили сюда приведающие Садили пальмы со всего мира, с Египта, с Чили Откуда только не привезли Самая дешевая пальма стоит 3 миллиона рублей Самая дорогая здесь Самое дорогое в этих пальмах это транспортировка Этих нужно в трех возможностях выкопать Сюда в Сомалиции привезти, закопать так, чтобы они еще и прижились Не все пальмы у нас проживаются Я вам попозже покажу пальмы, которые дни проживаются А вот эти пальмы, они привезены из Чили Этот сорт называется слоновая нога Они даже в Чили завезены в разный период Вот так как они были привезены 7 лет назад Они были намного меньше Они одни из самых дешевых Они около 3 миллионов рублей стоит каждый Вместе с этими пальмами Сюда привезли личинки каких-то там жуков Они съели весь наш саншитовый лес Потом привезли личинки тех жуков, которые едят этих жуков И только так мы спинулись А вот это вот еще одни трибуны Формулы 1 На этих трибуны Формулы билеты стоят у нас 20 тысяч рублей Эти трибуны Формулы назданы в честь нашего гранщика А сейчас мы приближаемся к одному из самых красивых видов нашего парка Это наш факел из Стидиан Фишт Да, красиво Вот, обратите внимание, это наш факел Факел у нас высотой 60 метров Когда тут горел Олимпийский огонь Олимпийский огонь был еще 7,5 метров в высоту Это был самый высокий огонь за всю историю Олимпийских игр И за сутки этот огонь потреблял сколько же газа, сколько весь сочин Но, боже, у нас в России много, нам гоня жалко За ним вот Стидиан Фишт Вот если включить воображение, соединить вместе факел и стадион Как вы думаете, на что похоже? На лебедя на какого-то, не знаю Да, на лебедя совершенно верно А вечером, когда тут проходит поющий фонтан Фонтаны выстреливают выше нашего факела И занимают третье место в мире после дубайских фонтанов И это все подсвечивается, и он становится похожим на жар птицу Вот Стидиан Фишт На нем у нас соревнования не проводились На нем проводилось только открытие и закрытие Олимпийских игр На открытие Олимпийских игр стадион вот так вот должен был открыться А на закрытие закрыться На открытие Олимпийских игр он у нас открылся И вот правая сторона вот этого стадиона Ушла на полтора метра вниз И вот так вот вывернула ее Конструкцию заклинила, потому что у нас тут почва нестабильная Тут у нас были болота Что придумали наши? Наши сделали посередине такую непонятную конструкцию Она даже по цвету отличалась Провели закрытие, чтобы никто ничего не заметил Сейчас посередине добавили сиденье Видите сиденье посередине? Стадион у нас больше не закрывается И никогда не закроется И сделали из него футбольный стадион Где сборная России по пенальце проиграла сборная Хорватия На чемпионате мира по футболу И футбольная команда Сочи тут сейчас играет и тренируется А вот если бы он полностью закрылся Как это изначально было задумано То это у нас была бы самая большая в мире черепаха Которая выплывает у нас из моря Если смотреть на верхушку нашего факела Сделано как будто черепахи высовываются из воды И когда люди вылетали бы из Сочи Они бы видели в иллюминатор такую огромную белую черепаху Но получился лебедь Лебедь тоже не был Еще вам такой вопрос А как вы вообще думаете Почему наш самый главный стадион вообще назвали фишт? Что вообще такое фишт? Не знаю Фишт это самая высокая гора в Адыгейской республике Вот здесь, в Адыгейской республике Фишт переводится в Адыгейской Это большая белая голова, либо большая седая голова А как вы думаете, что такого сделали эти адыгейцы Что в честь них назвали самый главный стадион? Не знаю, не знаю На территории Красной Поляны происходил геноцид адыгейского народа А то Красная Поляна называется Красной Потому что там очень много крови провелось А по закону Международного Олимпийского комитета Олимпиада не может проходить там, где проливалось чаток крови Без разрешения к слабому народу Как же наш президент прилетел к адыгейцам? Сказал, что мы самый главный стадион Назовем в честь вас Мы все-таки большие говорят там и как-то Они дали свои согласия, теперь называется Фишн Если бы они не давали свои согласия, Олимпиада здесь вообще бы никогда не провелось Он у нас вмещает 47 тысяч зрителей На него было потрачено 49 миллиардов рублей Это второй по строимости стадиона в России После Санкт-Петербурга арена Флаги, которые висят Это флаги стран-участниц Олимпийских игр Их тут ровно 108 флагов Соответственно, 108 стран у нас участвовало в Олимпиаде Вот эти вот пальмы, обратите внимание, они у нас не приживаются Ведь они подсыхают, подвязывают Что-то и круто, все равно не нравится Не хотят приживаться Да, мы вот так вот слезен, он у нас называется Анделарена Он у нас сделан в виде летающей тарелки И там у нас проходили соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку За нас еще Виктор Ан, корейцы выступают И когда там внутри конькобежцы бежали по кругу Здесь снаружи за ними бежала подсветка И создавался такой эффект, как будто бы летающая тарелка Либо взлетает, либо приземляется Сейчас тут у нас теннисная академия Здесь у нас два теннисных корта Плюс секция по гимнастике Когда у нас откроется Алина Кабаева, гимнастика у нас переедет туда Баляются Вот эти вот красно-северые штучки Это у нас отбойники, которые наполнены специальной пеной А вот этот поворот у нас под углом 90 градусов Сейчас мы его будем проезжать, вы его увидите Если вы когда-нибудь смотрели Формулу-1 Там всегда после поворотов есть газоны, щебенки Еще какие-то зоны безопасности Тут у нас такого нету, потому она считается одной из самых сложных Стоимость вот одной секции вот этого отбойника Тысячу долларов Вообще Вот она слева, справа проходит краса И везде вот эти вот отбойники Вот смотрите, какой есть поворот Да, мам, а вот этот вот стадион, он у нас называется Большой Он у нас делал в виде капли, которая застыла И на нее выпал снег Черные точки видите на белом фоне? Весь этот белый фон, это один из самых больших в мире многопиксельных экранов Когда тут сборная России по хоккею всем подряд проигрывала Тут посвечивались флаги с разных двух сторон вот так вот А посерединке номер счета И люди, прилетавшие в Сочи на самолете Они с иллюминатором наблюдали, кто с кем играет и с каким счетом Он у нас смещает до нас презерителей И там у нас также проходит ночная хоккейная лига Где у нас Владимир Путин по 11 шаг за матч забивает Лучший бомбардир в нашей лиге Бедня, дуратарь, не знает, куда убежать Ну, стопал еще тут у нас Цирк Дюсалей Каждое лето на целом месяце они приезжали Хоккейная команда Сочи Тут у нас сегодня играет как раз Соска Финальная сцена фильма «Лед» снимался у нас здесь А когда просто подсветка включается, вот это все белый стиль Он вообще становится прозрачным И можно снаружи увидеть то, что происходит у нас Сейчас мы этот студент с вами обидим Надо же все вот эти точечки на белом Все это всветится И кран такой безумный Вот этот вот студент, его сейчас переделывают Он у нас называется «Ледяной куб» Там у нас проходили соревнования по керлингу Знаете, что такое керлингу? Ага Так как наша сборная в керлинге не очень-то сильна Мы еще нашу семейную пару там решили медали за допинг Единственное, что мы там смогли завоевать Это наша женская сборная по керлингу Стала самая красивая сборная олимпийских игроков А сейчас этот студент у нас переделывают по студенту для боевых искусств Тут у нас будет боевой самбо и дзюдо Как раз таки нас встретят, нам обещают приехать в Путин Уже у нас и самбийский, и дзюдоист, и дзюдо Вот видите, вот первый дом из красных ближей Это наша алипийские деревья, мы с вами обходили в следующем году Где жили все олимпийцы, правда, одной страны Одна страна не захотела там жить и ей не понравилось свое содержание Как Вы думаете, кто отказался? Ой, даже не знаю Американцы Они приплыли на своей яхте четырехэтажной И жили вот здесь вот прямо об море А на открытии олимпийских игр у нас не открылось одно кольцо Как Вы думаете, еще кольцо не открылось? Ясно поднимайте сидите а я вас снизу поснимать ой я прям столько узнала вот сейчас чего даже и не слышала мои дорогие если что-то вам будет плохо слышно потому что машинка шумит он на ходу рассказывает вы мне пишите я тогда вам специально сделаю видео небольшое все что он рассказывал я вам тогда повторю потому что очень интересно вот этот стадион называется на шайба он у нас сделан в виде шайбы вот эти вот полоски которые идут до стадиона они ночью подсвечивались вот так вот ходили создавался такой эффект как будто бы шайба в полете летит и вращается там у нас находили соревнования по женскому хоккей и по хоккей для людей с ограниченными возможностями на пару пять лет называется ночью хоккей вот это по сути для них сделано там где подъемные липы и так далее это стадион у нас задумывался как конструктор также какая-то его должны были разобрать после олимпиады и перевести в другой город но учитывая печально опыт стадиона фишка наверх где одна сторона ушла тут а строители решили перестраховаться ибо то вместо того чтобы вкручивать и начали заваливать камеру когда пришло время его разбирать и просто не смогли его разобрать и решили представить свои свои люди вышли с митингом они были против того, чтобы этот стадион увозили. Если до Олимпиады они бросались по технику и были против эту Олимпиаду, то после Олимпиады мнение людей поменялось, так как уровень жизни стал бы совсем другой, стали сюда приезжать туристы. И сейчас все горы стоят за нашей туристой пасхой. А так, в основном, сюда приезжают люди со всей России с ограниченными возможностями они соревнуются, так как тут ничего не надо выдумать, тут уже всегда не готовы. А вот если смотреть по полу, стадион пишет, что он упоминает синего хита, который выплывает из воды. А если смотреть со стороны набережной, он похож на корону Российской империи. А сейчас мы приближаемся к медальной площади. Нам нужно будет на нее подняться. Там я вам покажу, где награждались Олимпийцы, там сколько олимпийских, пара олимпийских медалей. Покажу вам, где проходят поющие фонтаны и покажу вам кладбище Наравера. Вы сможете подняться. А там же есть лифт, по-моему, да? Нет, нет. Тут это лестница. Нет, ладно. Ладно, обойдемся без этого. Что ж теперь? Давайте мы сами потом пойдем. Обойдемся, ладно. Поснимай там. Ладно? Угу. К Зараверу, где кладбище. Опять пошли на лестницу. А я посижу, их подожду. Саша поднимает. Что хочется отметить? Вот Саша была четыре года назад в Сочи, тут в Адлере. Я давно не была. Но вот даже за сегодняшний день мы отмечаем то, что люди здесь очень приятные. Вот все, кто нам попадались, встречались веселые, приветливые. Какие-то вот вот прям в Крыму не такие люди. То ли уровень жизни здесь выше стал, но они сами это отмечают. прям какие-то другие люди. Может быть, когда-нибудь и у нас в Крыму что-нибудь такое построят, уровень жизни поднимется и тоже будет по-другому. Не будут вот так говорить «понаехали». А тут только рады, что понаехали. Вообще, мне очень понравилось, смотрели. Ну вот, наша замечательная экскурсия закончилась. Молодой человек везет нас к выходу. Ой, очень хорошо. Не пришлось мне ходить, мучиться по этим лестницам. Здорово. Неплохой поселочек к армянам достался. Большая территория. Ради escuela. Возьмите. Но fonless реки. Сейчас Мы олиминьи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...